Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Мы работаем в прямом эфире. И мои коллеги расскажем, что интересного произошло в Самаре сегодня. Коротко о некоторых темах. Представили свои программы. Кандидаты на пост губернатора Самарской области от «Единой России» провели встречу с парт-активом. Лифт восстановлен, перекрытие еще в работе. В Самаре восстанавливают дом на Георгия Димитрова, в котором произошел взрыв газа. Рентген особого размера. В Самару прибыл аппарат для досмотра грузовиков. Хорошая динамика. Количество несчастных случаев на рабочих местах в Самаре сократилось в два раза. Скорая помощь на матчах чемпионата мира. Медики проводят последние тренировки на стадионе «Самара-арена». Здравоохранение, образование, экономика и сельское хозяйство. Кандидаты на пост губернатора Самарской области от «Единой России» провели встречу с парт-активом. Каждый рассказал о своей программе. Каким видят будущее Самарской области кандидаты и что планируют изменить, узнала Лариса Шлафаст. На пост главы региона претендуют пять человек. В Рио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, советник губернатора Севастополя Николай Брусникин, замруководителя фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Виктор Воропаев, директор школы имени Королева в Тольятти Татьяна Подоляка и директор Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства Сергей Шевченко. На встрече претенденты представили свои программы развития области секретарям местных и первичных отделений партии. Сергей Шевченко основное внимание в своем выступлении уделил вопросам развития агропромышленного сектора. Все наши действия и дальнейшая работа должны быть направлены на повышение эффективности производства, на повышение конкурентоспособности во всех смыслах, уровнях и отраслях. Решение этой задачи для агропромышленного комплекса России и Самарской области стоит наиболее остро. Татьяна Подоляка представила программу, направленную на совершенствование отрасли образования. Особое внимание она уделила вопросу возможного перехода школьников на пятидневную неделю обучения и поддержки учителей. Учителя наши перегружены, некоторые ведут по 36 учебных часов. Они должны еще заниматься воспитанием детей, готовиться к урокам, проверять тетради. Поэтому проблема педагогических кадров также остро стоит. Виктор Воропаев в свои предложения строил вокруг необходимости решения проблем старшего поколения и предложил создать в регионе комплексную программу по работе с пожилыми людьми. Особое внимание в сфере здравоохранения. Необходимо внести коллектив в реформу системы здравоохранения, создать условия для обеспечения качественной медицинской помощи и лекарствами. Всех нуждаешься, в первую очередь, инвалидов и лекарств пожилого возраста. Николай Брусникин акцентировал внимание на сфере экономики, привлечении дополнительных инвестиций в регион о работе с потенциальными инвесторами. Мое предложение – объедини функцию управления инвестициями и региональными институтами развития с полномочиями по распоряжению земельными и имущественными активами в единый цель, в том числе через реорганизацию соответствующих министерств правительства. Естественно, без увеличения численности. Дмитрий Азаров дал высокую оценку предложениям, которые озвучили однопартийцы. Глава региона среди своих задач видит повышение уровня благосостояния граждан, увеличение продолжительности жизни населения, развитие Самарской области опережающими темпами, выход региона на лидирующие позиции по разным отраслям. Дмитрий Азаров подчеркнул, что основные направления развития поставил президент страны Владимир Путин в своем послании. Конкретизация тех задач, которые были озвучены в послании, состоялась в новом майском указе президента, о котором коллеги сегодня уже вспоминали. Хочу вам сказать, что вчера в Москве на совместном заседании Генерального совета и Высшего совета партии мы также внимательно, подробно обсуждали новые задачи поставления президента в своем указе. Прошла работа дискуссионных площадок. Мы приняли резолюцию за основу, она еще будет дорабатываться, которая обеспечит партийное сопровождение и реализацию указа президента во всех регионах страны. И, конечно же, мы все в эту работу должны включиться, включиться безусловно. По словам Дмитрия Азарова, в Самарской области в течение трех лет наблюдалось падение реальных доходов населения выше, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Но в первом квартале 2018 года уже наметилась положительная динамика. Особое внимание и агропромышленному сектору, в частности, необходимо возрождать в регионе крупное птицеводческое производство. Также, по мнению главы региона, важно задуматься об отраслях, которые прежде оставались без должного внимания. Одно из перспективных направлений развития – туризм. Представители первичных отделений партии смогли задать кандидатам свои вопросы и высказать предложения. Одно из них касается строительства школ искусств. Для того, чтобы была разработана программа по строительству школ искусств в малых городах Самарской области, а также на селе. И эти школы соответствовали всем федеральным требованиям. В мае участники голосования проведут три встречи с активистами местных и первичных отделений партии. Окончательное рекоотделение «Единой России» определится с кандидатом на пост губернатора на партийной конференции 19 июня. Выборы губернатора Самарской области планируется провести в сентябре. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. В Самарской области удалось покинуть число лидеров по количеству нарушений выборного законодательства. Общественные наблюдатели подвели итоги работы на выборах президента 2018 года. Доля обращений граждан в адрес, например, движения в защиту прав избирателей «Голос», поступивших из Самарской области на выборах президента в 2012 году, составила чуть больше 2% от общего числа обращений по стране. В единый день голосования в 2014 году доля Самарской области составила почти 9%. По итогам выборов президента в 2018 году доля обращений из региона снизилась до 3% от общероссийского числа. Нарушений было не так много, и если они и были, то они были такие очень незначительные. Решали, вы знаете, мы все на уровне тиков, то есть вот на уровне территориальных комиссий ни один председатель нам не отказал. Человек, который имел желание, он мог вести свое наблюдение. Это могло быть не только через видеокамеры, видеотрансляции, но и непосредственно участки. Много людей откликнулось, и судя по тому массовому наплыву, который произошел в определенный момент, можно сказать, что и у людей был интерес к подобному наблюдению. Это действительно стало важной формой общественного контроля. Лифт восстановили, фасад покрасили, ремонт продолжается. В 110-м доме по улице Георгия Димитрова фонд капитального ремонта продолжает работы. Напомню, в здании прогремел взрыв газа во время ремонта в одну из квартир. Взрывная волна повредила порядка 10 квартир и лифтовые шахты. На каком этапе работы сейчас, выяснила Лариса Шилофаст. В 106-й квартире на Георгия Димитрова ремонт в разгаре. После взрыва газового баллона, который произошел здесь в феврале, сильно пострадали перекрытия. Три поврежденные плиты демонтировали, сделали металлокаркас, по нему установили несъемную опалубку. Повреждения были серьезные. У плит перекрытия был на проге, побольшой провис, там до 7 сантиметров, то бишь могло в любой момент обрушиться. Мы произвели работы противоаварийные, установили опалубку, раскрепили ее, чтобы не было обрушения. Подрядчик заверяет, новые межэтажные перекрытия будут повышенной прочности. Сейчас в помещении уже готовы заливать бетон для плит. Остается еще восстановить стены. По словам владельца квартиры, ущерб от взрыва для семейного бюджета составил порядка 2 миллионов рублей. И это еще не окончательная сумма. Все, что было общедомового, ФКР восстанавливает. То есть все остальное мы уже сами будем. То есть межкомнатные перегородки, все остальное мы уже будем сами восстановить за свой счет. Взрывная волна повредила и шахты лифтов. Оборудование пришлось менять. Сейчас жители пользуются только грузовым подъемником. Пассажирские обещают запустить в июне, как только придут необходимые импортные детали. Там мы пока не можем приступить к выполнению работ. Лифт импортный. Вот сейчас проектное решение закончено, все согласовано. Вот сейчас с жителями СМЕТу только согласуем и приступим к закупке материала. Там срок поставки в районе 30 дней. Фасад здания после взрыва восстановили также на средства фонда капитального ремонта. Внутренние работы выполнены на 70%. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Технологии пограничников для чемпионата мира. В Самару прибыл инспекционно-досмотровый комплекс из Курской области для проверки большегрузов, заезжающих в город. Встречали его сотрудники Самарской таможни и наша съемочная группа. Но на работу уникальной техники посмотреть не удалось. Почему? Ответ в следующем сюжете. Долгая дорога позади. И вот уникальный аппарат наконец-то приезжает на свое рабочее место. Передвижной инспекционно-досмотровый комплекс. Такие в работе только на пограничных постах. Уникальная техника будет помогать самарским таможенникам проверять большегрузы во время игр чемпионата мира. Этот мобильный комплекс является аппаратом, позволяющим находить скрытые вложения. Например, такими вложениями могут оказаться взрывчатые вещества, наркотики, оружие. Вот все это позволяет выявить этот комплекс. Выявлять нарушения позволяет рентген-техника, установленная на машине. Отсканированное изображение передается в компьютер, где специалист сразу видит и размеры груза, и его содержание. Весь процесс занимает совсем немного времени. Происходит он так же, как и на рентген-лентах в аэропортах и вокзалах. Сканируем производство следующим образом. Сначала поднимается турель, вверх разворачивается, опускается лапа, затем опускается ускоритель, и под стрелой проезжает транспортное средство. Обслуживать технику будут четыре бригады специалистов из Курской таможни. При подключении к электричеству машина способна работать в круглосуточном режиме. В ближайшие дни передвижной комплекс протестируют, и он сразу заступит на пост. В Самаре аппарат будет дежурить до конца чемпионата мира по футболу. К сожалению, показать непосредственно работу комплекса мы не имеем права. Аппарат был законсервирован перед дальней дорогой из Курской области в Самару. А открывать и тестировать его будут уже с сотрудниками службы безопасности. А это видео не для посторонних глаз. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Больше 6000 заявлений от самарцев поступило в пункты аккредитации автомобилей на время проведения чемпионата мира по футболу. Прошли согласования почти половина. Отказано почти 2000, чаще всего в связи с отсутствием регистрации. В этом случае самарцам предлагают сделать временную. Напомню, на время проведения матчей чемпионата мира в районе площади Куйбышева будет ограничено движение транспорта. Проезжать во дворы смогут только машины, которые получили спецпропуски. Оформить документ можно до 29 мая. Во время проведения чемпионата три самарские улицы станут пешеходными. Въезд прилегающих к пешеходным зонам дворы с этих улиц будет запрещен. На Куйбышево и Красноармейской в зону запрета движения транспорта попадут по 8 дворов. На Молодогвардейской 12. Это более 3000 человек. В дворы будут стоять водоналивные блоки, будет стоять полицейский и никто оттуда, я с точки зрения транспорта говорю, заехать в этот двор на момент, когда он будет перекрыть. Не будет улицы, будет везде обозначено знаками. На время проведения мундиали пешеходными станут Куйбышево на участке от Венцика до Красноармейской, Молодогвардейская от Валятостова и до Маяковского и Красноармейская на участке от Самарской до Куйбышева. В дни матчей пешеходная зона будет существенно расширяться. Также изменится и схема движения 7 трамвайных, 1 троллейбусного и 16 автобусных маршрутов. В дни матчей расширенная зона ограничения движения будет действовать с 12 часов ночи до 2 часов следующего дня. Тренировки медиков вышли на финишную прямую. Врачи, медсестры и бригады скорой помощи отработали сегодня ситуации спасения болельщиков и спортсменов во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу. Место проведения – стадион «Самара-арена». Сколько требуется времени для спасения пострадавшего, знает Сергей Кизоркин. Мед-Б-128, координатор мобильных бригад. Медицинский инцидент на секторе Б-127. Спасти болельщика за 15 минут – такой норматив FIFA при проведении матчей Чемпионата мира. Основной недуг гостей стадиона – проблемы с сердцем, дыханием или головой. Эмоции даже положительные могут привести к чрезвычайной ситуации. Поэтому на «Самара-арене» работает 12 медпунктов, 19 бригад скорой помощи и в общей сложности 250 медиков. На самом мероприятии будут у нас пациенты посложнее, но благо на тестовых матчах, на тренировках все вполне благополучно завершается. Здесь все отточено, работа в команде. Нами руководят очень грамотные специалисты. Наша работа оценивается еще и в вышестоящем инстанции. Твердая четверка, есть и пятерки. Дмитрий Арцебашев команду медиков, обслуживающих Чемпионат мира по футболу, пробивался через конкурсный отбор. Сдал зачет по английскому языку – медицинский минимум. Сейчас тренируется оказывать первую помощь пострадавшим футболистам. Задача была на сегодняшней тренировке показать те навыки, которые мы отрабатывали на протяжении последних двух лет. Была показана сердечно-легочная реанимация спортсмена. Автоматизм, он, конечно, очень важен. И, в принципе, все тренировки так и складывались, чтобы в экстренной ситуации не было никаких обдумываний. Все было уже по знакомому нам сценарию. В этом плане мы похожи на спортсменов. Каждый из нас знает свою роль. Мы все поделены по зонам ответственности. Бригады медиков поделены на 10 зон ответственности. Одни работают с руководством ФИФА, первыми лицами губернии, другие – с арбитрами, футболистами и командами, третьи – с болельщиками. Но у всех одна задача при необходимости – спасти жизнь. Несколько раз во время трех тестовых матчей на Самар-арене скорая помощь уже оказывалась болельщикам. Если говорить о ВИП-персонах, то у нас медицинский пункт, мобильная медицинская бригада и две бригады скорой медицинской помощи. В целом, получается, около 15 человек. Если говорить о спортсменах, здесь три мобильные бригады у кромки поля, одна из которых резервная, медицинский пункт и три бригады скорой помощи. Получается, около 25 человек. Медики готовились к чемпионату мира более двух лет. За это время они выучили иностранные языки, прошли курсы повышения квалификации. Практику прошли на молодежном форуме Иволга, Грушинском фестивале и во время матчей крыльев советов на Металлурге. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Количество несчастных случаев на рабочих местах в Самаре сократилось в два раза. За первые четыре месяца этого года зафиксировано 54 случая травматизма. За такой же период прошлого года их было 120. Основные причины травмы работы на высоте и с подвижными аппаратами. Цифры озвучили на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в которую входят представители союза работодателей, профсоюзных организаций и администрации города. Положительной динамики удалось добиться за счет повышения уровня организации рабочих мест, усиления контроля и соблюдения дисциплины сотрудниками. Несмотря на улучшение ситуации, комиссия намерена не сбавлять обороты в работе по этому направлению. Работа все равно ведется, насколько я поняла даже из доклада. Статистика положительной динамики, ну и успокаиваться, конечно, нам нельзя. Рекомендовать администрации городского округа Самара продолжить рассмотрение на проводимых совещаниях, семинарах в сфере охраны труда вопросов о причинах, происшедших несчастных случаях и мерах по их профилактике в целях снижения уровня производственного травматизма на территории муниципального образования. Воздушные ворота Самары, поселок Береза, празднует 60-летний юбилей. Он строился одновременно с аэропортом Курумыч. Именно его первым увидят футбольные болельщики чемпионата мира, приземлившись в Самаре. Какую роль играет удаленный уголок в судьбе города, расскажет Даниил Лучко. Елена Генриховна Куртогузова живет в поселке Береза почти с самого его основания. Работал в аэропорту Курумыч в центральной котельной лаборантом. Отвечал и за тепло. Сейчас на пенсии. Поселок спокойный, все рядышком у нас. Единственная у нас проблема с поликлиникой. Врачей мало своих приезжает. А так все нормально. Поселок построили одновременно с аэропортом в 1958 году. Он расположен в 50 километрах от Самары. На его месте была пара бараков и недостроенные здания. Теперь здесь есть дом культуры, авиатели и свой футбольный клуб. Именно Березу болельщики чемпионата мира увидят первый, приземлившись в Курумыче. Небольшой, 6 тысяч человек. Территориально. Но значимость его передать невозможно. Это воздушные ворота Самарской губернии. Наша гордость. Большая часть людей, которые сегодня живут, с тех возрастов, они имеют самое непосредственное отношение к аэропорту, к этой службе, к небу. Сегодня Березе исполняется 60 лет. Четыре года назад по инициативе жителей и при поддержке, тогда еще мэра Дмитрия Азарова, отреставрировали ДК «Сатурн». В этом месяце отремонтировали центральную улицу поселка, внутриквартальные дороги и тротуары. На этом благоустройство не заканчивается. Для себя поставили задачу. Ремонт сделать из школы, построить новые спортивные площадки для школьников, отремонтировать тротуары, чем мы занимаемся. И, в общем-то, получается с помощью городских властей. В Доме культуры для всех гостей праздника проходит выставка детских подделок, конкурсы стихов и рисунков. Много участников собрал мастер-класс по созданию авторской картины. «Картину мы задумывали создать, чтобы каждый приложил усилия и создал такую общую картину нашего поселка. Она объединяет весь наш поселок. Хотелось, чтобы каждый гость поучаствовал в этом мастер-классе. В конце мы, конечно, сделаем ее в рамки. Наши педагоги доделают ее, как положено, и подарим, наверное, все-таки, чтобы она висела в ДК». Для всех собравшихся творческие коллективы исполняют песни и танцевальные номера. Данил Илычко, Артем Сулайманов. События. Телеканал «Самара ГИС» приглашает зрителей на свою площадку. 27 мая в Струковский сад. Там пройдет 25-й юбилейный фестиваль «Пресса-2018». Мы подготовили для вас праздничную интерактивную программу, посвященную столетию областного союза журналистов и 110-летнему юбилею вальса на сопках Маньчжурии. «Мы очень давно не виделись, очень соскучились, поэтому приглашаем наших дорогих зрителей к нам на площадку. В 11 часов у нас грянет оркестр управления Росгвардии по Самарской области. Всех желающих приглашаем станцевать вальс. Это будет масштабная акция. Для тех, кто не успел станцевать вальс в День Победы, вальс Победы, все танцуем. Приходите красивые и нарядные. В 12.20 на нашей площадке начнется интерактивная программа от ведущих. Это призы, подарки, удивительно какие-то розыгрыши, конкурсы, игры для детей и взрослых, мастер-классы, аквагрим, танцы, песни. В общем, будет весело и интересно в 14.30 торжественное закрытие фестиваля. Начало праздника на площадке нашего телеканала в 11 часов. Встречаемся у фонтана «Мальчик и девочка». Сразу у входа в Струковский сад. Фестиваль набережных «Волга-фест-2018» пройдет 2 и 3 июня в Самаре на второй очереди набережной. Тема этого года – будущее. Организаторы предлагают переместиться в 2081 год. Территория набережной будет условно разделена на три тематические футуристические зоны. В каждой из них будет собственная развлекательная и образовательная программы. Специальная архитектура, стилистика одежды и навигация. Ключевым проектом зоны будет парк, созданный из предметов обихода, мебели, произведений искусства, проживающих собственную жизнь на берегу реки. Ключевыми событиями станут конкурс самодельных плавательных средств, парад воздушных змеев, полеты на воздушном шаре и специальная музыкальная программа. Крылья советов будут играть в премьер-лиге со знакомым тренером. Самарская теннисистка сражается за призы во Франции, а из Польши самарский дзюдоист привез бронзовую медаль. Все подробности у Сергея Кизоркина, новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, вы смотрите Самарские новости спорта. Крылья советов готовы продлить контракт с главным тренером. Анастасия Павлюченкова рвется к победе на теннисном турнире во Франции. Даниил Умаров стал третьим на Кубке Европы под дзюдо. Самарец Даниил Умаров весовой категории 81 килограмм завоевал бронзовую медаль на Молодежном Кубке Европы под дзюдо. В Бельскобяло, Польше, на пути к награде он провел пять встреч, проиграл только в одной. Победил белоруса Глеба Тромпела, украинца Богдана Пушенко, словака Брода Зига. В полуфинале потерпел поражение от израильского дзюдоиста Зурата Надава. В поединке за бронзовую медаль Даниил Умаров одолел француза Максима Гоэля. На следующей неделе у самарца еще более ответственный старт. Первенство Европы пройдет в Боснии и Герцеговине. Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Стратсбурге, Франция. Самарская теннисистка в двух партиях обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву со счетом 6-4-6-4. Но это ей потребовалось полтора часа. За выход в полуфинал соревнований Павлюченкова поспорит с представительницей Казахстана Зариной Диаз. Андрей Тихонов может продолжить тренерскую карьеру уже в Премьер-лиге. Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» намерено в ближайшие дни заключить новый контракт с главным тренером команды. «Мы обсуждаем возможность продления сотрудничества и сделали Андрею Тихонову предложение. Контракт истекает 31 мая. Думаю, что до конца недели, в крайнем случае до конца месяца, мы заключим новый контракт. Мы заинтересованы в том, чтобы он продолжил работу с командой», – так прокомментировал ситуацию министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. «Крылья Советов» под руководством Тихонова в Футбольной национальной лиге заняли второе место и перешли автоматически играть в Премьер-лигу. Тихонов возглавил самарскую команду 1 июня 2017 года. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! А наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 17 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! До встречи! Одежда ведущим предоставлена магазином мужских костюмов «Кодмен». Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...